Не бывает идеальных друзей, идеальной второй половинки, идеальных коллег. Все потому, что наши идеальные образы в головах слишком завышены. Некоторые думают, что твой идеальный парень должен быть с родинкой на лице. Твой друг или подруга должны всегда быть только с тобой. А родители? Они вообще не должны лезть в твою личную жизнь. Но на самом деле, никто ничего никому не должен. Потому что вскоре у парня с родинкой появляется противнейший характер. А по вине родителей, которые тебе все позволяли, ты вырос невоспитанным человеком. Мне искренне жаль тех людей, которые вечно чем-то недовольны. Которые могут просто так нагрубить человеку, сказав, что у него кривые зубы, маленький рост и некрасивое лицо. Или же просто грузить окружающих своим плохим настроением. Разве они идеальны? Как объяснить человеку, что идеал недостижим? Я понимаю, что нужно стремиться. Но если ты изменился до неузнаваемости, бросил все вредные привычки, совершил много хороших поступков, сколько бы ты ни старался стать идеальным, всегда найдется тот, кому в итоге не понравится твоя улыбка. Субтитры создавал DimaTorzok